всем привет вот и дождались мы весну все блогеры уже снимают как они едут на дачу смотреть что у них там как перезимовало вот и мы едем а сами смеемся только первые дни как сошел снег но еще не везде сошел вот вы видите тут у нас что творится так дружно таял снег последние три дня что тут потоп вообще-то в принципе здесь так дорога высокая но были сугробы за три дня практически все растаяли хотя нет не все вон какой обалдеть еще какой тут у нас сугроб как у нас тут уже все застроили скоро тут поселок будут все жить но сейчас посмотрим что там творится у нас на участке и как там все перезимовало так дождик моросит быстренько надо снять жалко фотоаппарат так но здесь у меня были посажены цветочки не обращайте внимание на мусор мне конечно очень стыдно но я попала в больницу осенью и провалялась всю осень в больнице и потом когда приехали уже был мороз единственное что успели вот так вот бросить ковровые дорожки на грядки там у нас грядки лавочка моя упала кстати мы с дочкой делали лавочку папа был на вахте а когда приехал мы сделали лавочку из старый старинной тумбочки лавочка вся облезла будем красить ее такая была старинная тумбочка мы отпилили ножки и прибили спинку что-то нам с дочкой так захотелось постучать молотком купили гвозди с таким азартом колотили ну правда папа потом приколачивал поскольку у нас сразу все эти спинки отвалились так а это наш грибочек тоже нужно его красить выгорел это была старая яблоня вот такой вот грибочек так а вот здесь мы с посадили осенью нарциссы и тюльпаны о смотри смотри нарцисс вылез перезимовали а я думала эти магазины не приживутся о вот еще тюльпанчик вон еще тюльпанчики вот еще тюльпанчики я смотрю в интернете там у многих вовсю же вылезли тюльпаны нарциссы но как вы видите сегодня у нас вот только-только стало немножко сухо можно пройти на дороге вы сами видели что творится живу я в оренбурге мы живем в оренбурге наша семья поэтому климат конечно у нас ужасные зимой сильные морозы летом жара вот так вот поздно начинается весна так здесь у меня ну здесь у меня аквилегии водосбор нужно все это чистить кстати я листья не убираю осенью когда все посохнет я буду тогда все это граблями сгребать поскольку точно все померзнет однозначно не перезимует так и здесь что-то у меня под ковриками надо открыть посмотреть а вот смотрите что интересно здесь я семенами сеяла по моему руд по моему рудбеки или хиноцея я уже точно не помню многолетний кустарник он прошлый год взошел у меня но не цвел и кто-то раскапывал наверное мышки вон там такая луковичка они наверно хотели ее скушать вот эту центральную дорожку нам предстоит еще цементировать как вы видите участок у нас практически лысый никаких деревьев нет есть молоденькие у нас яблоньки груши а все остальное нам предстоит засаживать вот единственное что мы сделали это вот такие вот грядочки под клубнику но что хочу сказать вот эта ткань которая на которой было написано гарантия 7 лет вот просуществовала один год у нас такая дикая жара и на жаре любая ткань у нас за один сезон превращается в бумагу на то есть вот она рвется вот как будто это бумага и здесь у нас спят собачки бездомные им тут тепло они здесь закапывают косточки вот видите вот они тут у нас призвятся и все это порвали поэтому пленку мы будем это убирать и будем сажать клубнику обычным способом так ну клубничка прижилась перезимовала эту клубничку я сажала в августе так вот здесь еще у меня грядки с клубникой эта соседка клубнику свою рассаживала мне отдала в те грядки я сортовую клубничку сажала покупала ну а здесь не знаю какой сорт вот соседка дала просто жалко было усики я их сюда посадила и вот такие вылезли тюльпанчики кстати перекапывала я грядку сажала клубнику даже не знаю откуда у меня тут столько тюльпанов выросло здесь вроде всего пару штук было неужели они так расплодились ну посмотрим не помню уже что тут тюльпаны ну а это турецкая гвоздичка наконец-то столько пачек я сеяла турецкой гвоздики и никак она у меня не хотела всходить вот всего лишь один кустик зашел это у меня огромный огромный куст сентябринки красивого нежно-сиреневого цвета но вот тоже не убираю я это все листья вот все хорошо перезимовала в траве ничего страшного это все можно граблями быстренько собрать сорняков особо не было поскольку мы триммером скашивали дорожки это вот сейчас уже начали вылазить одуванчики а так в общем то не успели мы убрать только на грядках а и вот немножко у меня там ботва помидор осталось ну у меня такая осень была что мне вообще было ни до чего честно говоря я думал что я в этом году вообще не смогу даже ездить на дачу ну вот слава богу будем ездить я очень люблю вот эти покрышки почему я их люблю поскольку у меня еще молодые все саженцы посажу какой-нибудь маленький кустик и забуду где он у меня посажен потом триммером начинаем скашивать и нечаянно можем повредить поэтому на первое время я оставлю вот такую покрышку пока сюда залезли господи ужас какие ботинки пока долезли здесь у меня здесь у меня да не помню чего у меня вот самая интересная палочка торчит что-то помечено пион наверное ага и ручки в этом году я купила поскольку вот такие бумажные ярлычки ничего не сохранилось что это такое тут у меня название сорта написано ну все теперь не знаю какой сорт завела часть тетрадку вообще буду рисовать план огорода и подписывать на всякий случай если не останутся ярлычки так здесь флокс у меня ура первый в мой флокс дело в том что у меня никогда не приживались флоксы они чахли чахли и погибали не знала в чем причина прошлом году вот в магазине купила флокс посадила он такой был дохленький честно говоря я и не надеялась что он выживет смотри флокс принялся вон почечки это первый наш флокс правда дома еще у нас пять сортов в этом году купленных хочу сделать отдельную грядку но этот наверно пока теперь трогать не буду он молоденький ладно разрастется потом посажу их все в общую грядку пока еще очень трудно распланировать участок поскольку будем цементировать дорожки вот туалет уже новый стоит у нас сейчас покажу там где новый где старый здесь у меня вот две вот этих клумбы полностью должны засажены быть анютиными глазками я еще досадила дома рассады хочу прям вот полностью что были вот этих два квадрата так ну вот этот кустик хорошо перезимал сушится такое ощущение что он под снегом рос такой сорт хороший вот здесь вот у меня пять кустиков были разных цветов я надеялась что они семена понакидают но пока всходов я не вижу ничего не перекапывал но вот это в общем то такая хорошая поляночка я думаю прям приличный будет кустик так вот это вот тоже похоже на елку вылазит наверное семена кинула так больше нет вот это мне нужно засадить ну и сейчас хочу посмотреть как перезимовала у меня вот здесь виолка как я говорю никаких укровных материалов я не приготовила после больницы прибежали мы за один день тут все понакидали вот что прям вот лежала вот тут вот под рукой вот такие коврики у нас резиновые для душевой просто мы это все кидали так у нас там уже прям заморозки были уже снег выпадал ура ура как хорошо не перезимовали вот они какие красивые зелененькие вот представляете везде сугробы а уже вот зелененькие первые наши радости так ну а что же новенькие ага ура вот они новенькие эти я 7 семенами прям сажала в июле месяце я посадила в контейнер и они такие были малепусечки я их вот сюда вот высаживала я не надеялась что они перезимуют они прям были малюсенькие в зиму вот крохотульки ну вот как видите сохранились значит получается что этого достаточно укровного материала вот тут вот у меня что там доски были доски резиновые коврики хотя я думала резина не предназначена для укрытия поскольку я не знаю какая там у нее такие свойства у резины ух ты вот-вот но слушать я так надеюсь что вот это вот вся грядка будет такая красивая я уже представляю если вот они все зацветут должны быть все разного цвета это была моя мечта целая грядка биолог ну здесь мы планируем натянуть ткань это у нас что-то типа будет душевой баньки соседи вот у нас домик хороший какой отстроили так это холодильник еще старый надо выкинуть в общем работы да я не сказал что много работы вот это выкинуть только что-то лишнее я думала хуже я уже осенью не помню я думала тут уж такой бардак оставила а так-то в принципе все приличненько после зимы лучше не бывает вот видите везде у нас еще ледяная корка вот так вот здесь у меня возле веранды были посажены петуньки доски еще вот остались нужно грядку делать а вот здесь я посадила клематис мне так интересно что же с этим клематисом блин перчатки на плавить что же с этим клематисом что же с этим клематисом я его посадила неправильно осел грунт и у него получились корни наружу клематис как я прочитала уже нужно сажать вот так обязательно нужно заглублять корешки но я хочу сказать что случилось чудо и по моему он живой я думаю его нужно срочно закопать поглубже обалдеть он перезимовал пока почек не вижу но по корням я думаю что он живой купила еще два клематиса хочу вот здесь вот вдоль веранды как раз у меня будет три куста клематиса вот один и еще два дома а вот они собаки собаки такие вы видите что устраивают на наших грядках нужно конечно забор хорошее делать но пока у нас очень много здесь работы на забор как-то мы не планировали пока свой бюджет а вот здесь вдоль дорожки у меня уже посажены пиончики сортовые вот пиончики живые вот эти пиончики у меня сортовые то есть они полностью до самого конца раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 кустов сортовых пионов вот здесь вот будет вдоль дорожки ну обещали красивые пионы магазине покупал на картинке обалденный а тут а тут еще замерз а вот это наш новый туалет типа сортир вот это яблонька очень красивый зацветет я потом вам покажу что это за яблонька еще не обновленный вот такой мы сделали новый туалет это у нас муж варил сам вот это вот арматура значит идет потом прибивал а здесь у нас сарайчик рядом вот здесь у нас лопаты ведра в общем хранится всякая всячина вот у нас такой же был но старый вот его нужно будет сломать осенью мы не успели его сломать а вот это у нас ранетка уральская наливная а зайчика в этом году не было как я уже говорил осенью укрыть ничего не успела я но у нас так вот немножко зайчик грыз но это грыз в прошлом году хотя бы кстати была яблонька замотана я а зайчик грыз а в этом году нет новых нету хотя и не укрыли не приходил заяц у нас теперь соседи вот здесь живут вокруг собаки лают поэтому я думаю заяц сюда не сунется теперь а вот это малипуська это такая яблонька сорт спартан но она такая была маленькая когда ее купили мы этот сорт не могли у нас найти а когда ее купили она прямо такая была малюсенькая я думала не приживется ей вот два года она у нас два года живет ну вот ну хорошо перезимовала такая молоденькая принялась и прекрасно вот кстати мне нравится вот эти покрышки у нас летом у нас летом дикая жара и вот эти покрышки очень спасают от жары вот сюда вот здесь вот остается вода и под покрышкой остается вода и неделю если мы не приезжаем на дачу то все таки тут вот влага сохраняется потому что неделю это нереально если мы не залили всю дачу и неделю не приезжаем тут все пересыхает у нас ждут степи и жара и ветра сильные